Здравствуйте! Сегодня выпуск будет такой немножко скомканный. Мы его быстро-быстро слепили, потому что буквально вчера нам принесли от фабрики V76 коньки-кокпит. Это будет теперь комиссионный. Немножко расскажу о том спортсмене, который в них катался, что он сказал, что мне удалось узнать. К сожалению, фабрика связалась со мной, но два месяца отправить они мне коньки на тест не могут. Очень много звонков, очень много ребят приходят, спрашивают меня, расскажи, что думаешь и так далее. К сожалению, ничего не могу сказать, очень ждал, но, наверное, фабрика очень занята, не отправили, поэтому рекламировать я не имею права, не могу, сказать мне сильно нечего. Визуально давайте просто пройдемся, к вам большая просьба, может быть, кто-то уже катается. Обязательно напишите, потому что из Беларуси у меня много ребят, которые интересуются данной моделью. Но, повторюсь, мне рассказать нечего, пока я сам не покатался, мне тяжело. Обязательно напишите о минусах, это самое интересное. Визуально, ну, я подержал, покрутил в руках, я ничего сильно не увидел. Тот же самый нос. Единственное, что здесь вот уже у нас идет строчка в два ряда прошита, да? Вот, немножко материалы заменены здесь, здесь поинтереснее на кокпит. Вот, язычок, ну, опять же, разные размеры, здесь вот он, стенка языка более прямая, здесь она вот с таким вот, с такой выемкой. В остальном, ну, сильной разницы я не увидел. Это размер меньше, просто у нас продажи инцеладов в сороковом размере нет, это размер сорок, фит-м, кстати говоря, кому интересно, вот их принесли в продажу, двадцать восемь тысяч они у нас стоят. Это размер сороковой, фит-м, средняя полнота, двадцать восемь тысяч, катанные, по-моему, пять, пять-шесть льдов, не больше. Вот, не могу сказать, не катался, мне вот, честно говоря, не по себе. Обычно, когда катаюсь, мне вот получше владею информацией, да, и могу именно свои ощущения сравнить, потому что характеристики, это все здорово, писать-то можно сколько хочешь, а именно когда ты на льду в них, вот эти ощущения, вот, вот они нужны. По данным конька владелец, почему их принес? Покатался раз, не привык, покатался два, не привык, не держит, не держит его сам ботинок, то есть вес у него девяносто с небольшим, и он говорит, сам ботинок его не держит, то есть он уже в последние, там, две тренировки, говорит, я уже переживал, даже не набирал большую скорость, потому что все заваливает, ноги иксом, и человек вроде играет, и играет не первый, скажем так, десяток, но говорит совершенно не то, то есть его весом данный конек, данный ботинок, его не выдерживает. Звонил мне еще один наш подписчик, причем который на канале давно, рассказывал один в один ту же самую историю, но там вес прям сто, вот, и он говорит тоже, я их заказал, откатал, по-моему, даже только два льда, и сразу же подарил брату, передарил как-то так, он говорит, да, ногу не держит. Поэтому, ребят, к вам большая просьба, возможно, ну, скорее всего, есть такие, кто уже катается, дайте обратную связь, напишите по данным конькам, как они, что они, хоть почитаю, для себя пойму. Те спортсмены, которые обращаются именно с продажей, то есть когда у вас появится данная модель, сколько она у вас будет стоить, ничего не могу сказать, пока я сам в чем-то не покатался на продажу, это мы не ставим, дабы не владея информацией, очень сложно что-то продавать, да, и тем более подсказывать начинающему игроку, в чем разница здесь и в чем разница здесь. Поэтому на продаже у нас их нет, по цене я не скажу, сам не катался, вся надежда на вас. Вот так вот у нас получилось, на этом все, пятница, выпуск уже выйдет завтра, это просто случайно повезло, что данные коньки к нам зашли в магазин, не знаю, надолго-ненадолго, самому интересно, как они быстро продадутся, но в таком размере это будет, конечно, сложно. На этом все, играя в хоккей, хоккей для всех.